прям передо мной сработка смотрите это не обман ребят смотрите не значит делать дергать или не надо так вот 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 Продолжение следует... 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 вот так ладно я ем перестал снег идти уже опять проясняется короче сейчас поедем дальше так пока еще надо взять а кет Так. Сейчас, короче, ребят, посмотрим, как мы выедем отсюда. Да, заехать трудно было, а сейчас по своим следам буду выезжать. Как бы скидывает, не скажу, что легко мне будет, но в гору подниматься, в общем, увидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как вам? Вообще ничего не почувствовал. Едет хорошо. По цели нет, тяжело ему. А побуронится, видели, как? Легко. Нигде даже в гору легко поднимается. Вообще, зверь машина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, снегоход здесь оставляем. Семь штук взял. Это самый большой омут, но она. Больше сюда поставлю. Там еще пять осталось. И все. И все. Полный штиль на улице. Красота. Косачей не видать. Но снегоход сюда заехал, на тот поворот. Двулыжный. Но она с утра, который поднимался, видать, они птиц гоняют. Что-то. Так. Так. Отсюда начну. Пора вверх поднимусь. Потом ниже. Семь штук сюда. Бахнем. Хорошо. Снега-то сколько, блин. По колено. Так. Так, привет. Рассказываю. Это у меня шестая. Шестой флажок. В общем, хотел семь штук поставить. Но у меня получилось, что Один крючок я просрал. Как-то он улетел у меня. С карабина. И в общем, я только слышал, как он в лунку упал. И все. Вот так я прикрепляю, зацепляю. Кто как. Этот, думаю, самый хороший вариант. Потому что держится крючок. Смотрите, какой крупный елец. Надеюсь, большая щука попадет сюда. Даже не хочет уйти. Лед очень-очень тонкий. Очень тонкий. 10-15 сантиметров. Местами 15. Местами 10. Вообще ужасный лед. Тонкий. Опасный. Так что будьте осторожны. В этом году весной, я не знаю, как ездить по реке. Так, закрываю. Вот еще. Вот. Ну и отмечаю вот так. Здесь получатся раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Седьмое вот тут у меня. Без крючка. Ладно, пойду. На очередной омут поедем. Сейчас мунта собакой пойдем. Ну ладно. Вот такая красота рвет. Обалденно тут. Везде своя красота. Запыхался. Может чуть-чуть в сторону еще надо. Там на повороте мелководье. Первый, второй на мелководье попал. Подо льдом, ну буквально метр надо. Следующая на середине реки. И там за поворотом тоже на середине. На этот на глубине. А в этом месте вот тут. Самая глубокая точка. И там тоже. Вот здесь основная яма. Раньше, ребята, вот там этот ивник. Все в воде было. Такой огромный тут поворот. Вот этот берег. Берега вообще не было тут. Страшное место было. Поворот очень огромный. Глубина. Я не знаю. Вообще. Никогда никто до дна не доходил. Рыбачили тут. Рыб много было. Язей, щук. А это сейчас. Просто вот время тратишь. Посмотрим. Видно будет. Тык. Так, сейчас развернусь. Как-нибудь. Надеюсь, могу. Заводется нет. Только Качаю еще. Все. Все работает. Чики-пики. Качаю еще. 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 Звери машина Крепеж Без проблем Без проблем Мото велосипед Блин Прямо передо мной Сработка Смотрите Это не обман, ребят Смотрите Не знаю, что делать Дергать или не надо А, есть уже он Сейчас подожди Вдобор поставлю Я прям За леску ухватился Я почувствовал его Какая-то рыба там есть О, смотрите как Это не обман Даже камеру не выключу Сидит уже какая-то рыба О, бля Есть кто-то Ох, бля Ушла Ой, беда, беда Ушла рыба Может я поспешил, ребят Ушла Вот это да Прямо на носу у меня Все получилось И шел И ушел Наверное не проглотил еще Бля Вот это да, облом Ладно Но было интересно Между прочим Хоть посмотреть надо было Что за рыба На носу так Рано я поспешил Он просто тащил Но Видать еще Не этот Как сказать Не проглотил Полностью оказывается Отмотал уже Так Если так Мы закрутим Вот так надо Так Ладно Не наша рыба Если Не сильно поранил Может только Он ухватил За рыбу Если не поранил То Возможно Еще он подойдет Закарабкался Наконец-то Подъем Высокий Это Последний омут На сегодня 21 флажко Флажко У меня получилось Здесь 5 Дальше 6 И там еще По 5 Штук На обратном пути Также буду Остановлюсь Посмотрю Издалека Там флажки А здесь Как интересно Было Осталось Мне 3 метра И флажок Сработал Выплюнул На ванну Не выплюнул А дернул С рыбой И ушла Этот Хищная рыба Блин Щука На ванну Такой вот Ну Шел Такой Не Не сильные Такие рыбки Были Вот таких Спокойно шел Но не обманывая Вам Показал Все как было Пишите Комментируйте Что я не так сделал Может Надо было Подождать Может Надо Дернуть Что я не так сделал Показал Тройник Тройник Там крючок Был Тройник Сейчас Ельца Туда Прицепил Ельца На Два крючка Там Прицепил Может Еще Придет Рыба Кто его знает И Проверять буду На Послезавтра Завтра Девятнадцатая Праздник Послезавтра Приедем Немножко Адреналин Хапнул Но не жалко Что ушел Рыба Нет Честно Поверьте Ушла И ушла Самое главное Она тут Есть Сейчас Не попадет К весне Может активнее Будет Еще Поставим Донг Время Покажет Еще Увидим Эту Рыбу Поверьте А сейчас Я поеду Вон Наш Драндулет Ждет Сейчас Поеду На Избу Чай Попью Соберусь И Задерживаться Не стану Тут Больше Делать Нечего Поеду Домой Погода Меняется Опять Снег Вышел Снежок Переменчиво Жесть Как погода Я на избе Ребят Уже Вот тут Мы исследовали Тут Два раза Два круга Еще Сделал До туда Поднимается И по целине Потом Пришлось Мне Стороной Ити Тоже Не может Снег Глубокий По Буранец Прям Летит Да Вещь Хорошая Ребят Тесно По такому Снегу Еще Даже Сейчас У меня Каратыш С прицепом Тоже Хрен Поедет Не Поедет Не Сможет Снег Уже Для Бурана Глубокий И Очень Много Сейчас Выпало Снега Перед тем Как уехать Еще Решил Метро Не давать Сюда Метро Сделаю Метро Сделаю Метро Сделаю Сделаю Метро Сделаю Продолжение следует... Вот это узел, понимаю, как я это делаю. Отдельное видео у меня на канале есть. Хитрый узел такой, интересный, рабочий. Затягиваем, чуть-чуть ослабляем. И потом контрольный устрел. Как ебаненно. Ща бля. О, железобетонно. Ну, вот лишняя веревка есть. Сейчас еще сюда привяжем. Вот, и все. Самый главный узел привязали. Остальное. Конечно, не вечно. Может и развязаться, но... Сейчас, в данный момент, все хорошо будет. Метла затола. Еще конец отрубить. Еще не будем подготавливать. Все готово. Хорошая тела получилась. Вот сейчас в избе нормальный запах настоящей таежной избы. Вот. Чувствуется прям великолепно. А перед этим, когда я начинал греть избу, ужасный запах был. Ну, одна кружка у меня чая осталась. Не знаю, даже кружки тут нету. Хотел полторашку воды еще взять, думаю, пригодится. Вот, не взял. За водой на речку спускаться неохота. И сегодня уже достаточно набегался. Туда-сюда. В гору, под гору. Сейчас мне не жарко будет, как бы, за рулем. Напротив ветра буду ехать. Здесь хорошо в тайге. Спокойно так. Как будто по волнам едешь. По волнам. А вот когда с Алексеевки до Ньюшеры, там, до своего села, там, 4 километра. Ну, 3,5, грубо говоря. Там, конечно, будет поле, дорога. И там, думаю, будет прохладно у меня. Ну, посмотрим. Я одет в принципе нормально. Вот это колени. Колени у меня сырые. Это нехорошо. Хороший поход получился. Будем надеяться, что кто-нибудь попадется. Здесь, как вы видели, я промазал. Промах. Первый промах. Но ничего. В следующий раз вылезет. Мне было интересно хоть посмотреть размер. Крупный или маленький там был. Но не удалось. Хлебом чай попью. Тарелку надо еще помыть. Пол поднести. Ну, и все. Дрова заготовил на следующий раз. Там, короче, насчет снегохода, что вот говорил, думал, там за птицами бегают. Нет, это рыбак. Там выше, вот здесь, на повороте, я увидел тоже кустики. Донки поставили. На следующий раз. На следующей избе, наверное, на следующей избе, наверное, спускались. Потому что оттуда спускались, и они выходили тоже оттуда поехали. Получается, они на верхней избе с ночевкой. И, думаю, те же, кто и здесь был. Вот так. А мы щуку ловим. Вроде ничего не забыл. Все убрал. Чистота, порядок. Дренден работает уже. Ждет. Ладно, изба, давай. До новых встреч. Если все хорошо будет. Послезавтра снова приедем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дома Пять штук. Там еще ниже пять осталось. Интересно, топлива хватит? Нет? До дома. Так, тут сработки тоже нет. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, пусто. Пусто, не густо. Все, это последние донки, которые я проверил недалеко. Послезавтра приедем, будем забирать. Ну и, может, даже будем еще рыбачить яйцо половым. А сейчас я поеду. Сейчас я уже больше снимать не стану. Включусь дома на минутку. Позвучу примерно, сколько топлива ушло и сколько километров я проехал. Работает? Короче, встретимся дома. Я боюсь. Ребят, остановка. У меня закончился бензин. Место нахождения... Нахожусь я, в общем, Ливанюк из так называемой. Поворот последний. Здесь примерно километр, может, чуть больше километра, уже деревня начинается. И от деревни еще три с половиной. Но, грубо говоря, не хватило мне на пять километров топлива. Это получается, этот бак хватает, грубо говоря, если полный бак заправить, на 30 километров. Как ни крути. Потому что я сегодня почти 30 накатал уже и еще на рыбалку съездил. Там еще у меня получилось три километра. Ну, одним словом, вот запомните, сколько у меня тут топлива. Сейчас заправлюсь. Вот, получается, чуть выше этого. Чуть выше этого. Но это не принципиально, но все равно. Вот, смотрите, ребят, показываю. Вот до сюда было топливо. Вот заправил полный бак. Вот что я истратил. Вот. Вот. Это, получается, здесь еще почти два литра осталось. Ну, на это топливо, с этим топливом, с этим топливом я проехал примерно 29 километров. Потому что 30, как и говорил, минус отсюда до села, грубо говоря, 5 километров пускай будет, 30 минус 5. И на рыбалку я съездил. Там еще полтора в одну сторону, полтора в другую. 3 километра. 28 получилось. 28 километров. Вот это топливо ушло. 3,5 литра, 28 километров. Если на Буране, получается 10 литров я бы потратил. Ну, зато на Буране теплее, во-первых, быстрее, мощнее и с прицепом больше груза с Туланом можно даже ездить. Вот. А в одиночку экономнее, конечно, вот на мотособаке. Вот такой расход, ребят, у меня сегодня получилась в этом походе. Нормально. Значит, я еще буду бак заправлять. И полторашку или 2 литра собой буду возить. И мне будет хватать на эту по катушке до избы. С рыбалкой еще даже. Я выше избы еще поднимался. Ну, я надеялся, что мне хватит до села. Но и нет. Мне хватило. Сперва. И, в общем, заглох. Ну, я думаю, будем заканчивать, ребят, этот поход. Ждите очередную серию, когда мы съездим на проверку. Ну, я на один съезжу. Если на нем, то один. Если на Буране, то уже с Тулана. Тулана тоже возьмут. Вот. Сколько жрет топливо, я вам озвучил. Первый такой вот видео. Примерно рассчитал, сколько, на сколько хватает бак бензина. Бак хватает на 28 километров. 28-30 примерно, если не буксово. Вот. Ладно. Я поехал домой. Ждите новые пензины. Ждите. Субтитры сделал DimaTorzok